Здравствуйте! В городе наибольшее количество аварий происходит на перекрестках. Сотрудники ГИБДД и эксперты расскажут почему. Изучают знаки, сигналы, светофоры, теория в памяти свежа. И все же для любого кандидата в водителя, особенно если идет экзамен, ужас представляют перекрестки. Говорят, что волнуюсь, не вижу за счет этого. Скорость зачастую, дабы не пропустить какие-то знаки, скорость минимальную держат. За счет этого тоже своевременно не успевают перестроиться, вынуждены нарушать. Как показывает практика, некомфортными пресечения для всех категорий участников дорожного движения, будь то кандидат, новичок или шофер со стажем, делают нарушители. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий, как на регулируемых, так и ненарегулируемых перекрестках. Основными из причин являются нарушения водителями правил дорожного движения, таких как проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение скоростного режима. Кроме того, водители не учитывают обстановку дорожную и метеорологических условий. Одни нарушают сознательно, другие просто невнимательны. Пересечение улицы Столиваров и проспект Строителей водитель и внедорожник поворачивает налево к дворцу Металлургов, что запрещено. Как выяснилось, на знаки не смотрел, доверился навигатору. Что послужило причиной нарушения правил? Созавтра невнимательность. Невнимательность. То есть не умышленно, не коры, а просто невнимательность. Может из-за пленки не заметили, нанесенной на передние боковые? Это пересечение улиц Парково и Ломоносово, а водитель, двигаясь по Парково, поворачивает, чтобы двигаться в обратном направлении. Знак такой маневр запрещает. При проезде перекрестка улиц Парково с улицы Ломоносово, при движении от Октябрьского моста по улице Парково, висит дорожный знак, распространяющий действия на весь перекресток, независимо от того, сколько на нем пересечения проезжих частей. Висит он, движение прямо. Но для людей, выезжающих на улицу Парково с улицы Ломоносово, нанесена разметка прерывистая. То бишь они могут пересекать и совершать поворот налево. Но это только для тех транспортных средств, которые выезжают с улицы Ломоносово. Наибольший стресс, как показывает практика, череповецкие водители испытывают на пересечении, где организовано круговое движение. И тоже все из-за нарушителей правил. На перекресток мы можем совершить въезд как с правой, так и с левой полосы. Но покинуть данный перекресток мы должны только с крайнего правого положения. Соответственно, если вы въезжаете на перекресток с левой полосы во внутренний круг, для того, чтобы произвести выезд с кругового движения, мы должны заблаговременно перестроиться, соответственно, занять крайнее правое положение и с правым поворотником покинуть перекресток. Чаще всего водители, к сожалению, допускают следующую ошибку. Они въезжают на перекресток с круговым движением во внутренний круг и с внутреннего круга его и покидают, соответственно, не занимая крайнее правое положение. Это чревато последствиями, такими как ДТП, столкновения, так как водители не задумываются о том, что по внешнему кругу может осуществляться разворот, либо поворот там налево, потому что у нас двигаться по круговому движению можно, как, еще раз повторю, внутреннему и внешнему. Соответственно, когда водитель выезжает с внутреннего круга направо, а по внешнему кругу идет автомобиль, возможно, столкновение, в котором будет виноват водитель, который двигался по внутреннему кругу, так как он не занял крайнее правое положение. Вот как раз такой пример. Как так получилось-то? Да, в общем, надо было мне повернуть, и в последний момент я вспомнила, что мне это... Так сделали бы еще круг. А понимаете, сейчас бы столкнули бы с автомобилем, и два часа бы стояли, потом ждали бы, пока оформитесь. Да беда вообще, больше не повторится, сейчас не усвою. В дорожной инспекции рассказывают, сейчас на контроле ГИБДД 11 мест концентрации ДТП. Это улица Касадонцев, улица Архангельская, проспект Победы, улица Набережная, улица Ленина, улица Максима Горького, улица Ленина, проспект Лунычарского и, соответственно, Кирилловское шоссе, улица Молодежная. Напомню, что местом концентрации ДТП считается в населенном пункте участок 200 метров или перекресток дорог, где за последние 12 месяцев произошло 3 и более ДТП одного вида или 5 ДТП независимости от их видов и более, соответственно, где пострадали или погибли люди. Рядом со мной эксперт по безопасности дорожного движения Евгений Самыгин. Жень, привет! Привет, Оля! Ну и, как мы видим, аварии на перекрестках случаются часто. Причина очевидна – нарушение правил дорожного движения. Но, может быть, что-то еще подскажут эксперты? Нарушение правил дорожного движения – одна из причин. На самом деле, есть еще элементарное правило безопасности. Проезжая любой перекресток, особенно по главной дороге двигаясь, нужно помнить, что вам могут не уступить дорогу, выезжая с прилегающих территорий, с второстепенных дорог. И усыпляется бдительность водителя. Когда он едет по главной дороге, он чувствует себя в полной безопасности, что ему все должны уступить дорогу. И порой увеличивает скорость, и не готов к появлению автомобилей слева или справа от себя. Вот как итог это ДТП. Можно сказать, что перекресток – это специальное место для столкновений, поскольку наибольшая концентрация ДТП в нашем городе и в других городах – это именно перекрестки. Важный момент я бы хотел дополнить, что, проезжая любой перекресток, водителю необходимо смотреть сначала налево, затем направо и еще раз налево. Зачем это нужно делать? Дело в том, что в России правостороннее движение. И первая опасность, которую водитель обнаружит, она будет слева. Для чего смотреть второй раз налево? Потому что пока вы наблюдали направо и оценивали ситуацию там, с левой стороны ситуация могла измениться. Поэтому контрольный просмотр всегда влево. И только после этого продолжаем движение на перекрестке. Самое опасное движение на перекрестке – это направление прямо. Когда водитель двигается прямо, он наблюдает вперед, в дальнюю точку. И забывает смотреть по сторонам. Как раз слева-справа может быть опасность. Водитель невнимательный, слева-справа выезжает, задумчивый. Отвлекающие факторы – телефон, сигареты, разговоры с пассажиром. Вот причины основные ДТП. Многие водители, ну, опытные, говорят, ну, проезд на мигающий зеленый сигнал светофора – это ничего особенного. Я успеваю, я проскакиваю, ведь там еще не загорелся зеленый. Вот что ты как эксперт скажешь? Я скажу так, как вы относитесь к риску? Вот конкретно вы. Ну, я, допустим, всегда останавливаюсь на мигающий зеленый. Нет, слово риск, да. Некоторые говорят, что риск – дело благородное. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Риск… Ну, не для дороги, мне кажется, риск. Конечно, риск, он несет в себе как положительные какие-то моменты, да, в результате, либо отрицательные. Например, в лотерею. Я выиграл в лотерею деньги, да, либо я проиграл. Но здесь, на дороге, цена проигрыша – это человеческая жизнь. Поэтому слово риск здесь неуместен. И когда я проезжаю на мигающий зеленый, на желтый сигнал светофора, некоторые водители едут и прикрываются правилами дорожного движения, что на желтый можно заканчивать, правила разрешают. Представьте, что кто-то начинает также на желтый. Если вы проезжаете на желтый, а кто-то начинает на желтый, происходит столкновение. Вот знаешь, что еще говорят такие водители? А я смотрю в зеркало заднего вида, вот сейчас он в меня въедет. Поэтому мне проще было проехать перекресток. Вот во сколько важно соблюдать также дистанцию перед светофором? Конечно, водитель, который управляет автомобилем, он должен смотреть не только вперед. Он должен оценивать ситуацию вокруг своего автомобиля на 360 градусов. И использовать такое правило военного летчика. Меня все хотят сбить. И если водитель, подъезжая к перекрестку, видит, что дистанция сзади критическая, конечно, в этом случае применение торможения повлечет ДТП. И в этом случае необходимо заранее, подъезжая к перекрестку, уже применять плавное торможение. То есть подавать сигналы, да, водителю, что мы будем останавливаться? Конечно, включенные стоп-сигналы позволяют позади едущему водителю вовремя среагировать. И чем раньше это будет делать водитель, тем раньше будет применять торможение позади едущий. А не в последний момент. И еще очень важное дополнение к перекресткам, когда подъезжает водитель на зеленый сигнал светофора, вдалеке он его видит, зеленый сигнал мигает, и водитель начинает выбирать, проехать или остановиться. Об этом не знает позади едущий водитель. Особенно если не видит, да, количество секунд, которые осталось, мы привыкли к ориентированию. Столкновение для позади едущего водителя – это неприятный сюрприз. Он надеялся проехать так же, на мигающий зеленый, но что-то пошло не так. Как следствие, это столкновение. И согласно правилам дорожного движения, необходимо соблюдать дистанцию тому, кто сзади. Как правило, обвинят инспекторам того, кто ехал сзади. Тему продолжим на следующей неделе. Разберем, какие ошибки допускают водители на пересечении бабушкино-строителей, и как реагировать на машину со спецсигналами. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе.